18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации, где берчане смогут проголосовать за своего кандидата, как добраться до избирательного участка, как проголосовать не по месту прописки. Об этом и многом другом в актуальном интервью нашему телеканалу рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Галина Лаптева. Галина Петровна, расскажите о процедуре предвыборной агитации на выборы президента Российской Федерации, что разрешается делать те, какие есть запреты. На территории города Бердска проходила небольшая предвыборная агитация в виде раздачи листовок о кандидатах, либо выставлялись информационные стенды о кандидате, либо проводились пикеты. Ну и в основном, конечно, информацию о всех кандидатах вы могли посмотреть по телевидению. К сожалению, только три кандидата у нас использовали форму распространения агитационных материалов на территории города Бердска. Предвыборная агитация проводится с момента выдвижения кандидата, либо выдвижения политической партии своего кандидата с момента выдвижения, и заканчивается накануне, за 17 марта, это день тишины, когда никакая агитация не проводится. До дня голосования необходимо, чтобы все агитационные материалы, которые висят и расположены ближе 50 метров от избирательного участка, должны быть сняты. Те, которые располагаются дальше 50 метров избирательного участка, могут оставаться на своих местах и в день голосования. День голосования, естественно, на избирательном участке, и рядом с этим избирательным участком никакие агитационные мероприятия проводятся ни кандидатами, ни доверенными лицами, ни наблюдателями не должны проводиться. Скажите, где бердчане смогут проголосовать, сколько у нас в Бердске избирательных участков и где они будут находиться? На территории города Бердска образовано 47 избирательных участков. Избирательные участки откроют свои двери в 8 часов утра и будут работать до 20 часов вечера. Для того, чтобы проголосовать, необходимо прийти на избирательный участок, предъявить паспорт, вам выдадут избирательный бюллетень, вы зайдете в кабину для тайного голосования, сделаете отметку напротив фамилии того кандидата, который вам нравится, и затем этот бюллетень опустите в избирательную урну. Информацию об избирательных участках можно узнать на сайте избирательной комиссии Новосибирской области. Заходите на сайт избирательной комиссии Новосибирской области, набираете «Мой избирательный участок» и вам высветится, по какому адресу нужно пройти. И кроме этого, члены участковых комиссий разносили приглашения избирателям, на которых были написаны номера избирательных участков и адрес этого избирательного участка. К сожалению, не все избиратели открыли двери, поэтому они такое приглашение не получили. Как будет проходить процедура голосования в этом году и есть ли какие-то нововведения? Одна из новаций избирательного законодательства – это организация видеонаблюдения на избирательных участках. В режиме онлайн-трансляции вы можете посмотреть, как идет голосование на любом избирательном участке, расположенном на территории нашей Российской Федерации. Кроме того, для того, чтобы не было сомнений в том, что правильно подсчитаны голоса на избирательных участках, будет протокол об итогах голосования изготовлен с помощью QR-кода. То есть это штрих-код, в котором занесены все данные, строк протокола об итогах голосования. И для того, чтобы еще не было сомнений о том, что выборы проходят честно, на каждом избирательном участке у нас обычно работают наблюдатели. Наблюдатели назначаются самим кандидатом, либо его доверенным лицом. Также в праве присутствовать члены комиссии с правом совещательного голоса, которые назначаются тоже этими же людьми. И впервые на этих выборах будет представлять общественная палата субъекта Российской Федерации своих наблюдателей на избирательном участке. Некоторые граждане не живут по прописке. Как проголосовать берчанам по фактическому месту жительства? Одна из новаций избирательного права – это голосование граждан по месту нахождения. Если гражданин проживает, например, в городе Владивостоке, а приехал отдыхать или временно работает у нас в городе Бирска, он имел право написать заявление о включении его в список избирателей. Это заявление можно было передать через единый портал государственных и муниципальных услуг через МФЦ у нас в территориальной избирательной комиссии, либо в любой участковой избирательной комиссии. На сегодняшний день было принято 1218 заявлений о включении избирателей от такой категории в список избирателей. Пока у нас нет сведений, сколько было подано заявлений через единый портал государственных и муниципальных услуг. Уважаемые избиратели, сегодня, 12 марта, последний день приема таких заявлений. Участковые избирательные комиссии сегодня работают до 20 часов. Поэтому, пожалуйста, кто еще не успел подать заявление, пожалуйста, приходите на избирательные участки. В настоящее время те избиратели, которые, допустим, узнали о том, что им нужно ехать в командировку, либо они получили путевку куда-то на отдых или запланировали поездку, но не успели подать такие заявления, то с 13 марта можно подать специальное заявление, но только уже на своем избирательном участке о том, чтобы их включили в список избирателей там, где они будут находиться.